Всем привет, друзья! Пятничный вечер, лечу на бешеной скорости. Наша самая известная звезда канала, как вы его назвали, Витя Клапан. Как-то уже оно прижилось, наверное, не знаю как. Приживется или нет. В общем, приготовил такой сюрприз всем, вам, нам. Короче, просто все, кто не попал на кордон, точнее, да, все, кто не попал на кордон и завтра приедет на оффроуд. Сегодня пятница вечер, напомню, завтра суббота у нас очередная. И такое мы приготовили для вас. Просто, просто бомба. Сейчас покажу. Такого контента с такой техникой на ютубе вообще немного. Не знаю, если верить Вите, то говорит, что пересмотрел. Практически нету вообще с таким аппаратом. Сейчас я вам его покажу. Вы сейчас удивитесь реально. Я просто... А я угадал, какой будет аппарат. Причем сходу вообще. Вот пока я еду, можете попробовать угадать. Ну, пробуйте, пробуйте угадать. Эта техника просто самый монстр, какой только может, мог быть в советском автопроме. Допущенный к дорогам общего пользования. И в то же время имеет проходимость нереальную просто. Сейчас увидите. Ну что, думайте, думайте, думайте. Пытайтесь быстро, пишите. Пишите, что это сейчас будет в чате. Я думаю, вы не ожидаете такого поворота. Тут считанные метры остались. Я сам, кстати, только на фотографии видел эту машину. Витя мне сбросил позавчера почти ночью. Я угадал, и тогда он мне ее сбросил. Ну что, у вас еще есть несколько секунд, чтобы угадать. Я иду. Машину пока толком не видно. Иди запишем начальную сценку. Вы на канале Offroad.ua. Подожди, я забыл. Сейчас. Все, вспомнил. Я помню речь. Помнишь речь? Да, да, помню. Давай, я буду позарить. Давай, как Ленин, давай. Потом с броневика тебя снимем, давай. Давай. Друзья, всем привет и добро пожаловать. Вы на канале Offroad.ua. Меня зовут Витя. И я тут отвечаю за контент. А это наш контент. Слышь, про меня хоть вспоминай иногда. Забыл, я про тебя хотел сказать. Сейчас, увижу. У меня была дубля. Да нет, сколько можно дублей? Тихо, тихо. Давай, не отвлекайся. Мы там отрежем лишнее. Да, да, ты отрежешь. Отрежу, отрежу. Все, что это выложит, ты будешь орать с меня. Я Руслан, давай. Ну, в смысле, ты Витя, я Руслан. Давай сначала. Сейчас, подожди. У меня есть фраза полная. Пишется? Ну, конечно, все. Раз, два, три. Друзья, всем привет и добро пожаловать. Вы на канале Offroad.ua. Меня зовут Витя. Меня снимает Руслан. Меня взяли после долгих испытаний со ведущим на канал, но только запретили заниматься монтажом и съемкой. Мне дали ответственность отвечать за контент. За съемку и за монтаж отвечает Руслан. И поскольку я ответственный за контент, представляю вашему вниманию. Внимание, контент. Да, ничего, контент, я тебе скажу. Неожиданный поворот. Поехали кататься. Это вообще шок просто. Просто шок. Обалдеть. Такого поворота еще не было у нас. Вот эти наши шины. Такие, как на Мегауазе. Но тут они смотрятся просто детские. На фоне этого танка. Сидельный тягач. КРАЗ-260Б. Б, да, Витя? Или Владимир? Владимир, Владимир. 260 Владимир В. Лысичок. Это, кстати, под ободрыж на Мегауаз подойдет колесо. Блин, это шок просто. Это просто шок. Слышишь? Мы от самого маленького советского. Ёлки, ручка. Смотрите, высота ручки больше двух метров. Пропусти Вову. Вова, давай. Одеяло еще с тех времен я помню их. Делаем обзор на кабину. Я помню их в пионерском лагере. Так. Класс. Кабина. Кожа. Где кожа? Стой, стой. Подожди, дайте ручку какую-то. Повсюду, с вами до кожи. Сзади тебя, впереди тебя. Чтобы не убиться. Тут если выпадешь, то убьешься сразу. Это точно. Витя. Сейчас, секунду. Есть приспособность? Сколько, какой у тебя стаж сейчас? Управление. 20 минут. 20 минут, да, стажа? 20 минут. Посмотрите размер руля. Витя, размер. Руль почти как Витя. Так, ну что, господа. У нас по ручке все включено. Давай, созвонимся чуть позже. Я очень занят. Тут дверь не открывается на ходу? Нет, нет. Ручник, смотри. Сейчас я тебе сразу покажу опасный момент. Мы уже пока тебя не были, немного протестировали. Так. Вот. Где опасный момент? Вот передний, смотри. Что там может быть для этой машины опасное? Скажи мне. Нет, эта машина не опасная. Включил вторую. Включил вторую? Нет, пятую. Нет, пятую. О, это вторая? Да. Подниженная? Да. Я тебе советую делать съемку из окна, как эти колеса будут сейчас тонуть. Потому что выскочил, потому что, ну, это надо видеть. Посмотрите глубину. Колесная база сумасшедшая просто. Просто сумасшедшая. Первые метры в оффроуде нашем сегодняшнем и завтрашнем. Да ему вообще по барабану. Просто вроде он на асфальте находится. Но дальше будет Йохан и Бабай. А как мне туда попасть? Давай же сюда. Так, друзья. Я на лаптежнике. Вот, видите. И мы едем по танковой дороге. Смотрите, дожди прошли. Дожди прошли. Вот Витя. Вон я в зеркале. Витя тут. Машина на самом деле поражает своими размерами. Как кто-то говорил, больше этого танка никто ничего не делал в Советском Союзе. И в мире даже мало аналогов. Ну, там Белазы. Белазы не в счет. Так, я боюсь, переключение начинается. Передать, чтобы меня не сбросило. Попробую упереться. Так, добавил Витя скорость. Ну, друзья, это шок. Посмотрите на трансмиссию. Тормоза. Секло какое. Не, ну это просто... Просто зачет. Тут вообще без вариантов. Как он идет. Вы знаете, я думаю, на танковой, конечно, тут ему не будет препятствий. Вот завтра мы поедем в Нескучное. Кто не смотрел, посмотрите наши ролики с Нескучного. Уже они на канале. И вы поймете, что... Что это за аппарат. И что он может. Вот зеркало вон на крыле. Такая сфера. Для хорошего обзора. Ну, на самом деле, богатырская спецтехника такая. Посмотрите, как он валит. Очень уверенно. Проходной мост, я смотрю, стоит. Кабина. Играет. Слышу я сейчас одним местом ее, тем, которым я в нее уперся. Блин, очень, очень страшно. Боюсь упасть. Ну, вот и Витя. Руль просто каких-то неимоверных размеров. Хочешь зайти? Да, только выйди на... На сухое. Да, друзья, вот это подгон, конечно. Это просто царский подгон для нашего канала. Витя думает о канале. Ему огромное спасибо, конечно. Это просто... Такого... Такого контента... Не каждый может организовать такой контент. Как там сзади, потряхивает? Да более-менее, бывает и хуже. Ну, мы хотели разогнаться. Сейчас разгонимся с тобой в кабине, а то боялись. Я понял. Блин. Она говорит, разгонимся сейчас. Ну как, осваиваешь ты? Так, это что? Это какая-то первая пониженная, судя по скорости. Или... Да, сейчас попробуем включить вторую. Тут вторая и задняя. Очень близко. А, надо осторожно, да? Я уже попадал, да. Но надо осторожно. Мне кажется, тут коробка, наверное, стоит дорого. Да, есть. Это, наверное, не пониженная, Витя. Да, пониженная, отвечаю. Пониженная, да? Да. Ну, тут у нас относительно ровный участок. Представь, что мы на Дакаре, давай. Да, да, давай. Блин, давай, подожди, я за что-то возьму столько, Йоханы. Не хочу на Дакар, Витя. Давай, без Дакара. Витя, не хочу, давай без Дакара. Давай, мы в Дарнице опять. Все, вернись в Дарницу, Витя. Воу, воу. До меня сиденье тут трясет капитально. Посмотри на этот руль, он его еле обхватывает. Руль мешает обзору. У тебя... Слышите, он... Так, слыша, Павло, кстати, Павло не влезет в эту машину. Понял? Не влезет. Ну, конечно. Или рулем протрет отверстие сразу на пузе. Ё-моё. Надо... Воу. Короче, мы когда пока тебя не было, с Волчиком мы ее немного тут поиспытывали. Так. Я теперь вообще нету сомнений по поводу этого автомобиля. Да? Ноль. Нет. Что это только завтра мы сможем узнать. Вышел я на улицу. Витя говорит, тут самый жестячок. Проверка на артикуляцию. А он закопал эту яму. Он просто ее зарыл. И все. Я вам скажу. А год назад был здесь оффроуд совершенно на других аппаратах. Другого класса. Очень четкий контент. Тут было больше воды. Хотя в этом году вроде и зима, но... Подсохло. Непонятно, как оно так быстро высохло. Или что-то тут тоже меняется. Ну, сейчас по траектории Лени Витя лупанет. Смотрите, я шел тут. Вы видите, вот это самая, кстати, жесть. Вот когда высыхает до такого, это самый сложный грунт для любого внедорожника. Так, Витя издает просто зловещие звуки там колесами и всем остальным. Так, ну интересно. Интересно. Сейчас я ему подсказываю, чтобы брал в более жесткое место. Лаптежник идет. Лаптежник. Мы тут сейчас поймем, что он может в реале. Видите, тащит перед собой какое-то неимоверное количество грязи. Клиренс, я вам скажу, не намного меньше, чем в Мегауазе. По той простой причине, что патрулевский мост тоже достаточно большой. Этот, понятно, больше, но фактически ненамного. Там какие-то несколько сантиметров луковица больше. Но это место тут лег вранглер. Тут тонул Леня несколько раз. тут лежал на боку УАЗ 31 марта оффроуд. Забьете, я думаю, найдет, наверное. Не найдет, я в сообществе выложу фотографию и видео отсюда. Вы посмотрите. Ну вот интересно уже сейчас. Посмотрите, какая жесть. Тут, в принципе, меняется все время траектория. Ну, что я вам скажу. Просто он едет прямо на меня. И по барабану ему вообще покрышка просто даже не слышно, что он на нее наехал. Ну, пока это не препятствие. Пока это не препятствие. Говорю, салон испачкаю. Может, ноги помыть. Помою, пока есть возможность, можно мыть. Тут белоснежные ковры. Ёлки-палки. А вот ручка. Вот я нашел. За что? Нет, за нее как-то. А вот есть вверху. Ну, поехали на третий. На третий. О, блин. На третий это всегда опасно. Ну, подсохло тут прилично. Но там более закрыто деревьями тот участок. Там есть вода. На втором. И мы поедем сейчас на третий. Ты никогда, Витя, никогда не был на третьем участке? Мне надо успеть на деливере На деливере до без 15.9, чтобы забрать колеса, она влазит. А сейчас сколько время? Еще полтора часа у нас. Да, комфорт невысокий, я вам скажу. Я думаю, вы... Отсутствие, блядь. Потому... Ёхай мы бабай. Потому... Давай медленнее, Витя. Будет быстрее, если медленнее. Будет быстрее. Потому как... Да. Потому как скачет камера, я думаю, понятный по нашим... Да я выпал только, что я... Голосам выпал, да? Потерял управление. Все, подождите. Давайте, все на месте. А, кстати, глянь мне, что дали к нему придачу. Что это? Силовые агрегаты. Класс. Книжка по нему, понял? Да, это... Если что, завтра будем читать, не скучно. Ну да, если застрянем на неделю. Там пацаны подъедут, с кордона помогут. Слушай, ну у меня сомнений нет насчет застревания уже вообще. Да? Ноль. Ну, надо, конечно, бы увидеть крайность этой машины. Хотелось бы. Ну, хотелось бы предел. Но, видишь, у нас нет подстраховки. Вовану я позвонил, лебедка не готова. Короче, лебедки... Вован нас не спасет. У нас на завтра три машины. Мы, Вазик пацанов, который... Серега... Ну, который был на тогда, когда мы на БТРском катались. И... И кто еще? Влад. И Влад, который на Запорожье гонял. Друзья, сложно передать эти эмоции. Я думаю, вы по голосу, возможно, слышите. Я опять вышел. Вот переход на второй участок. Витя сейчас поедет по самому жестячку. Ну, интересно, конечно, как оно получится. И вот такой небольшой триал сейчас будет в его исполнении материал в виде вот такого препятствия. Вот он хочет его... Он сейчас его продавит половину. Хочется найти что-то сложное для этой машины, но достаточно сложно найти сложное. Каламбур. О! А вот уже... Тот грунт, про который я говорил, который самый сложный. Подсохший. Я не знаю пока. Ну, опять же, за счет длинной колесной базы... Ну, блокировок... Хотя передние два крутятся. Посмотрите, как интересно это происходит. За счет трех мостов и за счет длинной колесной базы... Да, впереди самоблок есть. Друзья, впереди есть самоблок, Витя! Стоп, стоп, стоп! Блин, жесть! Блин, хочет перевернуться. Просто... Просто начинается... Тут такой бугор нереальный. Просто нереальный. Да, можно засудачить. Вот так, все, 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 все. Деревья не дави, только влево, Витя, Витя! Блин, ты его можешь опрокинуть? Что-то мне страшно уже. Не опрокинется? Это жестяк просто. Какие-то впечатления... Какой-то луноход, блин. И не перевернется, да? За счет того, что внизу все тяжелое, да, получается? Вот интересно, да. Очкует. Ну, посмотрите, какая артикуляция. Обалдеть просто. Ланос понял, что... Лучше не встречаться с этой машиной на большой дороге. Страшно было, да? Я доволен. Доволен. Практически по эмоциям, как горбатый запорожец, только немножко больше. Очень близко. Очень близко, да. Горбатый возьмем завтра с собой на покатуху? Ну, смотри, если есть место. Да, я думаю, есть. Что, присаживайся? Давай. Я и моя машина. Класс. Витя говорит, только что был момент, что думал, что она остановится. Но тут, вы понимаете, как-то она все-таки посчитана, рассчитана за счет мостов. Я думаю, люди не один день работали над ее... Вдосконалением на украинской мове. Усовершенствованием. И испытаний было много. И была предыдущая, 255-я модель. Тут что-то добавили. Но впереди есть самоблок, Витя. Это точно? Сто процентов. Это было четко видно, как он работает. Я не знаю, каким образом он там оказался. Ну, мы еще пока не все знаем. Напишите, кто знает. Кто знает, потому что вот есть кнопка для блокировки, но мне сказали, что ее нет. Впереди четко было видно, как работает. Может, я, конечно, ошибаюсь. Может, что-то как-то это... Может, хватало, чтобы работали две. Но вид был точно, как самоблок работает. Именно в передних колесах. Задние не постоянно работали. А передние два крутилось все время одновременно. Мы не застрянем. Вот тут правее попробуй, тут пожестче будет. Вот так, да-да-да-да-да. Теперь чуть левее, короче. Да нет, просто понял. Но они на кого-то здесь. Не получится. Ну, тут просто... Тут просто вода моет протектор. Тут ему вообще не сложно. Я уже говорил на камеру. Самая жесть, вот тут клей, понял? Да-да-да. Вот тут для него... Цемент, который... Вот для любой машины... Тебе не жарко? Сейчас. Ну так. Потому что я могу включить кондиционер. А, включил. Ой, класс вообще. Подожди секундочку, я сейчас направлю его на вас. Давай. А он приваренный. Кондиционер не регулируется, да? Не регулируется, он четко на меня настроен. Ё-моё. Слушай, прикинь... Слушай, в прошлый раз ты тут на мопеде ехал рядом, а... У меня сейчас есть четкое ощущение, что я могу прицепить прицеп, положить на него... Несколько тонн, да? Тонн, наверное, 10 и по этой же дороге ехать спокойно. Вот у меня... Ну, я думаю, сможет, да. Ты же придавишь заднюю ось, понял? Да-да-да. Ну, смотри, тут ситуация в чем. Здесь не болото, ну, стопроцентное, здесь есть дно. То есть бородач тут едет, многие тут едут. Ну, много внедорожников тут едут очень уверенно. Вот когда... Тут бутылочный вазик едет. Алло, подожди, в большой джипер звонит. Жека, родненький. Что, ты на кордун уехал или нет? Ладно, а завтра с нами едешь кататься, Жека? Жень, Жень, подожди, Жень, никаких думай, Жень. Скажи, что ты не пожалеешь. Ты нам нужен, Жень. Прилив пошел, да. Жень, пожалуйста, сделай все, чтобы поехать, Жень. Подтягиваем джиперов на завтра. Все, Жень, я тебе говорю. Слышу по голосу, что Женя не поедет. Костер и это, ну, и плюс еще одна история для тебя будет секретом. Так что подъезжай завтра, я тебя тоже прошу. Ну, хочется что-нибудь куда-нибудь в серьезное место заехать, понимаешь? Ну, сейчас поедем на третий участок, но там... Я завтра точно поеду туда, где Маша уволил у Немога. Я просто заеду и проеду дальше. Ну, будем пробовать, я немножко... Очкуешь? Ну, не очкую, просто это. Так. Так, ну, с комфортом на туре есть проблемы. С комфортом есть, но смотри, машина эта построена не для комфорта, а для уверенной езды по сложной, очень сложной местности. Ну, здесь это не сложно. И перевозки тяжелых грузов по сложной местности. Что ты понимал, я сегодня, когда ехал по асфальту, мне было гораздо сложнее, чем сейчас. Серьезно? Да. Ее там моделяют, что-то подбрасывают, что-то там за тормоза волнуешься. Габариты, да? Да, габариты. Ну, сейчас вот просто хорошо. Еду спокойно. Блин, как классно, что я решил ее испытать. Я тебе говорю. Да ты понимаешь? Просто ощутить... Ощутить вот этот руль. Этот руль, ощутить этого монстра, когда ты им управляешь. Давай попробуем заехать на какую-нибудь, типа, вот такую ферню. Вот так прямо заехать. Давай, там дальше будет. Здесь пока не надо. Там, где ты на УАЗике пытался перевернуться. Там, где мы тебя кормили, чтобы ты мог управлять этой тяжелой машиной, чтобы тебе хватило сил. Да, да. Я как Папай теперь. Примерно. Начинается дождь, это всегда приятно. Дождь будет целую ночь. Ну, это шикарно вообще. Да. Ну, в нескучном, я тебе скажу, будет там... Ну, вот то место, где сидел у Немог. И? И, 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 и... Ну, есть там еще пару мест таких. Ну, мне кажется, что ему будет несложно. Ну, мы все завтра... А, есть прямичок один. Ну, я не знаю, поедем мы туда или нет, потому что... Тащить нечем. Ну, будем тащить паровозом, несколькими внедорожниками. Лебедки нету. Надо взять все стропы завтра. У тебя есть какие-то стропы, нет? Я думаю, все, что у меня есть, все хайджики, все стропы, они будут просто несоразмерно с этой машиной. Поэтому лучше их оставить, будет целее. Не-не, лучше взять. Ну, мы-то будем тянуть легковыми, если застрянем. Паровозом просто, если цепляешь, это очень эффективно. Паровозом, когда цепляешь, несколько... То есть, тремя нивами... Тремя нивами, ну, какие-то варианты надо будет пробовать, если что-то произойдет. Если что-то пойдет не так. Если что-то пойдет, но я буду очень аккуратен, я вам обещаю. Да ты понимаешь, тут какая ситуация? Ты аккуратен, неаккуратен, есть какой-то предел, и там более топкие есть места, и вот ты можешь просто в них... Просто залипнуть. Просто залипнуть и все, понимаешь? Ну, просто провалиться и все. Что, трехи включаем? Что-то не хочется третью. Что-то не хочется третью, Витя, может, не надо? Это, друзья, это была первая. Это вторая. Это вторая. Это то, что третья чуть-чуть на есть, и все, вот она. Третья. Ну, давай, третья только на малом газу давай. Вот на вот таком. Да, да, без добавления. Смотрите, тут обычно не видно, что происходит за этим забором. Там сиротский такой приют построен. Приготовься, сейчас можно подпрыгнуть. Да, вижу я уже, блин. Реально. Я это плавно сделал. Ну, реально, конечно. Как турбина свистит. Сколько же лошадей? Витя говорит, 400 кобыл. Это говорят пацаны в одном обзоре на эту машину в России. Да? Да, я не знаю. Я привык обзорщикам доверять. 400 кобыл, блин. Шесть колес V3. Я прекрасно знаю, что такое 400 кобыл. Метр тридцать. Это такое 460 под педалью. Но на европейских машинах они ощущаются абсолютно по-другому. Ну, там же другие передаточные отношения. Надо было лопату взять и кардан поискать. А он же в этой луже как раз. Ну, там чуть-чуть дальше он, да. Недалеко уже. Ну, недалеко. Я знаю точно, где он лежит. Мы его могли найти. Вот в этот момент, ты слышишь, мощность уходить? Вот ты думаешь, что он будет ехать? Турбояма или что? Там немереный долг. А слышат меня так. Так, видела так. Случай, она утрадианная. Вот, смотри. Вот, видишь? И не поедет. Первая. Надя, первая. Витя включил первую. Опять животинки выбросили мусор. Глянь, как тут зазеленела водичка. Тут просто все в зеркалах. Нам надо бы... Витя включается через полную остановку. Это было пятая. Свои нюансы у машины. Да, немного, я думаю, таких монстров были на оффроуде. Именно вот, чтобы просто поехать в оффроуд. Не по работе, да? Не по работе, да. Не по обязанности своей. На севере там, конечно, есть контент. Очень жесткий. Но только они его не снимают. Они думают, ну что, работу снимай? Да-да. Ну вот сложный клей такой справа. Давай справа, правее чуть возьми. Чтоб сложнее было. Ну вот тут. Еще левее, левее, левее. Теперь левее, левее, левее. Левее, еще левее, еще левее. Пытаемся... Он такой широкий, да? Пытаемся... Да, конечно, он очень широкий. Еще, еще левее, Витя, еще левее. Мы не попадаем, куда я хочу. Уже про... И ты уже все проехал. Ну понятно. И вот самые смачные пошли длинные лужи. Смотри. Смотри, кардан лежит вот в конце лужи, чуть справа. Вон где покрышка, видишь? Не проезжать по нему? Да ну этой машиной... Ты его не сломаешь, наверное, а может и сломаешь. О, красота. А ты не попадешь, он же посередине лежит, наверное. И Крис его тогда не нашел. Смотри, сейчас слева будет дерево под наклоном, я положил. Может все-таки в конце следующей лужи, сейчас я посмотрю. Я положил. Ну я его так отметил, место... Нет, в конце, наверное, все-таки той лужи. Да, в конце той лужи, я ошибся. Ну вообще никакой... Никакой сложности нету. Просто мы едем, едем, едем. Идет цунами, перейди перед нами. Да. Что тут скажешь? Что тут скажешь? Что тут скажешь? Она у нас дала меня, эта машина. Она стояла, 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 стояла. Кстати, пробив у машины 27 тысяч километров. 27 тысяч? Если тебе интересно. Так она новая, реально. Абсолютно новая. Она просто... Она стояла на запасе военной части. Она просто новая, слышишь? Я когда-то был возле броваров военной части, какие-то далекие 90-е. Блин, вот бы сфоткаться, а? И там стояли лаптежники на колодках, 255-е. Ёлки-палки, ты посмотри, какой кайф вообще. Какой кадр, да? Давай сфоткаемся, я сейчас тебя высажу. Высажи меня, высади меня. И попробуешь на скорости, может, лупануть красиво по этой луже. Блин. Это просто шок. Остановились мы для фотосессии. Что вам сказать? Глубина, видите, в полколеса, метр выше, чем полколеса. То есть, метр тридцать, сантиметров семьдесят-восемьдесят глубина. И это еще не все. Витя. Витя, в этом месте, в этом месте ты на УАЗе был, ты помнишь? С покупателем. Это четко это место. Так, друзья, кто смотрит постоянно наш канал, тут сделали вместо дороги пожаробезопасную такую полосу, ров. И мы по нему ехали на гранде буквально несколько дней назад. А теперь мы... И тут заканчивается. Кстати, вот тут мы чинили практически в этом месте. Вот тут залупазлик сломали. Короче, тут каждое место есть, чтобы вспомнить. Посмотрите, сколько воды. Как-то очень странно с водой здесь. И ее очень много. Ну что, Витя пошел. Посмотрите, какой цинами идет перед ним. Ну это достойные, я думаю, кадры. Ставим лайки, подписываемся. Посмотрите, что творится. Это просто шок. Это просто шок. Как он валит. 26 тысяч пробег. Просто аппарат мечты. Я думаю, любой джипер, любому джиперу интересно попробовать, что может эта машина. Как она едет. И вы это сможете у нас все посмотреть. Заходите на канал, там пожестче места. Сказал, догоняем, блин. И охренел от этих джунглей. Тупо джунглей. Завалено все. Все заросло. Завалено все. Старыми деревьями упавшими. Ну и заросшее. Так, Витя едет за мной все-таки. Он вспомнил обо мне. Думаю, не забывал. Я не допрыгну. Тогда стой, сейчас я схожу. Опять же показать вам, как красиво идет этот аппарат. Я иду. Я иду вперед, к концу лужи. По джунглям. А Витя сейчас покажет. Настоящий экшен. Лужа действительно длинная. Посмотрите, как вода возвращается. То есть, цунами уже было. И оно теперь идет обратно все. Так, Витя пошел. Какое, цунами идет. Это просто жесть. Цунами вы видите. Теперь, чтобы меня не смыло. Ёлки-палки. Короче, меняем ландшафт танковый. Вы посмотрите, что происходит. Давай еще, надо было дальше его выгнать. Реки создаёт, говорит. Смотрите, что творится. Ты меняешь ландшафт танковый. Посмотрите, куда вода ушла. Наверное, метров на 25-30 вперед. Карета подана. Мы нашли секрет, когда доехали. Вторая повышенная. Вторая повышенная, да? Она между третьей и второй пониженной, да, попадает, получается? Да, да, да. Вторая обычная, короче. Самая четкая передача для него. Вот по такой херне. Как раз и не быстро, и не медленно. Да, я понял. Не рухнет ничего и нормально. Потому что третьей пониженной не хватает, да, получается? Да, да, в каком-то моменте крутить шесть колес не хватает. Я сегодня только выехал с базы. И выезжаю такой на дорогу. И так люди проезжают, смотрят. Я думал, ну, наверное, просто на что-то... Ну, вряд ли эта машина такая. А потом я начал замечать, что постоянно все вот так едут. Ого, что это такое? Ну, она выглядит, внимание все привлекает, капитально. Ничь, ничь, плавает. Он, кстати, вот сейчас только-только нагревается до рабочей температуры. Слышишь? Утки какие-то плавают. Ё-моё. Утка, да? Или кто это? Да, она утром полетела. Ёханы бабай. Я тебе скажу больше. В третьем участке караси плавали раньше. И бородач, когда бомбой выезжал, выбрасывал караси на... На берег. На берег, да. Ну, кстати, я тебе скажу, бомба бы на таких колесах очень бы четко объехала. Да, тут не страшно, что полуось сломается, да? Да. Вот это место, где мы тут на Гелике, с покупателем на Гелике и на двух УАЗах тут исполняли. Да всё, не успеем, поехали. Надо ещё заснять, как я колёса на УАЗ покупаю. Ну да, колёса пришли на УАЗ. Да, я думаю, здесь можно отменять. Можем вернуться через танковую, ну, в принципе. Да всё, поехали, лучше поспешим. Да, давай лучше. Заберём. Сейчас разберёмся. Основной оффроуд будет завтра, да. Витя продолжает осваивать этого монстра. А можно их дайчик? Да, да, ну, не совсем, но... Ожиданно было, да? Да, да. Не, ну, посвёртая. Пацаны, ну держитесь, что, давайте, теперь скоростной участок. Ё-моё, блин, Витя, может, не надо? Да надо, надо, Руслан, мы не устаем, пока не попробуем. Ой-ой-ой-ой, всё, 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 пойму. Всё, всё, всё. Хорош, хорош, всё. Я верю, что она быстроходная. Не-не, Руслан, смотри, я сейчас тебя разгорю, здесь 60. Не-не, не надо, Витя. Всё, ну уже 40. Если 60, то, блин, будут следы головы в крыше, блин. Ну, включу я себе вентилятор. Давай, кондишен Витя включил. Было очень хорошо. Это жесть, это жесть просто. А, нам ещё предстоит, ещё одну операцию нам, кстати, надо сегодня сделать, сейчас будет. Пока это, пока это секретная информация, мы вам позже покажем. Я надо привязать. Сидушка прыгает, да? На амортизаторе или что она? Да, да, и я там что-то накрутил на этом амортизаторе. Он, думаю, его вмешательство работал лучше. Ну, это ты можешь тут. Это у тебя не отнять. Так. Ну, давайте. Финишная прямая. Пятую хоть включить надо. Готовы? Да. Пятая. Пятая. Витя включил пятую. Ёханы бабай. Мне стало страшно. Очень. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Она сейчас откроет на той странице, где написано максимальная скорость 40. Слышишь, если мы сейчас выедем, то к утру будем на кордоне, так что, может, еще успеваем. Что думаешь? Удивить их там всех? Да, да. Может, кстати, вариант неплохой. И она точно не сломается. И она тоже. Машина проверенная. Пробег небольшой. Да, кстати, интересный вариант. Что по топливу, правда, если мы не пойдем по миру. Но у меня там есть пару тысяч. Пару тысяч. Пару тысяч я только что заправил. Это даже Томира. Нет, нет. Пару тысяч я только что заправил, чтобы по танковой приехал. Пару тысяч заправил? На 2 500. Ёханы бабай. Чтобы с тобой круаля дать. У меня крейсер 60. Крейсер 60, да? Я только что ехал, пытался максимал. На 5-й? 6-й нету, да? На 5-й? Да, да. 6-й нету. И я пытался от Борисовского кольца без красного хутора разогнаться, но 50, короче, у меня получается. Давай. Первая клавиша – это кондиционер, вентилятор. Первая. Так. Вторая опция – это вот такой свет. Ух, ты что, слышишь? У тебя уже не первая машина с таким. Кстати, в горбатом тоже свет работает. А вот есть третья клавица. Так. Я ее до сих пор боюсь нажимать. Я хочу, чтобы она осталась загадкой. Пока что на двух остановимся. Ну, давай. Третью, если нажмем, может что-то пойти непоправимо. Седло не взлетело в воздух. Здесь, кстати, говорят, я говорю, а что здесь? Он говорит, здесь музыка стояла, а это ручка. Чтобы держаться? Да. Это жестяк. А, это среднему пассажиру держаться? Да, среднему. У тебя вон, а у меня нет. Слышь, палатка с ней не нужна. Тут валетом можно вдвоем спокойно спать. Слышь, когда-то я застрял, вот там чуть-чуть мы проехали перекресток только что. И ходил в эту сторожку, просил лопату. Только я в десятом году, зима была очень жесткая. Я только купил гранчерокет свой. И очень хотел попасть на нем в оффроуд. Ну, как я сегодня, да? Ну, типа того, блин. Мы помещаемся хоть. Слышишь, короче, ты чувствуешь габариты нормальные, я смотрю. Конечно. Короче, и я сюда заезжаю на этот перекресток, а там просто дорожный мишелин. Где-то он у меня валяется до сих пор. Который стоял на моем гранде. Вот этот, как это, Плюшкин. Да, да. Не, ну, он просто снял я его, и он лежит, что. Куда-то оденем, может, когда-то. И я на этом дорожном мишелине, понял, человек просто мне сказал, что он всесезонный, понимаешь? Но он тупо летний вообще. Я что-то как-то... Ты можешь сказать, что ты был обманут? Я даже не посмотрел, если честно, на него. Меня так интересовала эта машина. Я ее купил в Кировограде. Свой гранчерокет. Тот, который сейчас боевой? Конечно. Он был обычный, стоковый, вот как обычный гранчерокет просто. Ну, и я на этом стоковом. Я даже не знал, где пониженная. Ну, пониженная знал, подозревал. Ну, а повышенные на какие правильно, где фулл-тайм, пар-тайм, я не особо знал. Ага, с первой на третью нельзя. Так, ну что, я вождение, наверное, сдал? Да, вроде неплохо. Вроде неплохо. Так, ну все, мы на дороге практически общего пользования. Ну, не практически, а общего. Есть тут еще такие грунтовочки у нас местами. Разбирается Витя со светом. Скоро темнеет. Друзья, спрыгнул. Спрыгнул со ступеньки. Витя говорит, сейчас еще один экшен. Ну, тут действительно препятствие интересное. Ну, для этой машины, наверное, слабовато. Хотя, может быть, неплохо. Фуры остановились. Людям тоже интересно, что будет дальше. Нет, детская. Надо было прямо ехать, но... Вы понимаете, такая длина и размеры, что кажущиеся непреодолимыми бугры. Вот они достаточно такие высокие. Со стороны асфальта вообще кажутся просто какими-то огромными. То есть на любом внедорожнике на них... Ну, такое, если достаточно серьезное препятствие, то на этой машине вообще ни о чем. Ну, вот опять танковый мы круг сделали. Друзья, легко набирает вообще-то обороты на асфальте. Просто. Просто легко. Так, давай проверим тормоза. Давай, я держусь. Уперся. Да. Они есть. Нормально, да? Да. Ход кулисы такой бешеный. Ход кулисы бешеный. Так, друзья, мы приехали к моей любимой машине. Младшенькой. Вот так, справа паркуйся. Сейчас мы посмотрим, она что же хочет на оффроуд. Блин, ну она реально маленькая. Смотрите эти размеры. Самый большой и самый маленький в советском автопроме. Да, вниз вода. Фары воды набрал? Это просто жестяк. Это просто монстр. Слон и мойська. Да. Слышишь? Что тут скажешь. Так, друзья, пошел дождь, причем такой не детский. Посмотрим. Радиус разворота 13 метров написано в книге. Вчера мы с Витей чуть-чуть изучали в телефонном режиме. С чем нам придется? С чем нам столкнуться, да, придется. Что-то там опечатка, наверное. Ну, типа больше, да? Думаю, да, ну 13 просто у легковых машин, блин, там, грубо говоря, 11, 10, 11. Привет, ребята. Да. Ну что? Пока все на сегодня, да? Да, на завтра. Заходите. Я, кстати, многим людям пообещал, они очень сильно ждут, поэтому завтра, пожалуйста, приедь и выложи. Да. Приедь и выложи. Выложи. Скажи, чтобы подписывались, включить свет. А, да, обязательно, ребята. Это все тут не просто так, поэтому надо подписаться, написать комментарий, что, может быть, что нравится, что не нравится. Есть пожелания. А самое главное... Пишите все и побольше. Самое главное, мне нужно знать, шли ли здесь блокировки, как Руслан говорит, самоблок в переднем мосту, первое. И второе, насколько лошадей этот двигатель. Если кто знает, есть... Да, напишите. Подскажите об этом. Все, выключаю свет. Всем пока. Говорит, руль бы поменьше. Весь обзор закрывает, говорит, или ниже, или выше. Да, вот так вот идеально, понимаете, вот так вот я ничего не вижу. Тут капот все закрывает, а тут руль. Друзья, вот так рядом с этим монстром выглядит БХ-7. Как игрушечная. Да, друзья, погода за нас. Завтра будет... Ох, как четко, вообще просто. Просто будет жесть. Говорит, на всю ночь. Ну, обложила, да. Ведь говорит, на всю ночь дождь. Ну, это нам в плюс только.